Современные детские площадки, наличие информационных стендов, асфальтовое покрытие дворовых территорий, хорошее освещение и наличие урн – все по новым стандартам благоустройства. В сельском поселении Анискинское полным ходом реализуется программа благоустройства Московской области. Вот мы уже установили детские площадки с учетом устройства тротуаров и с учетом устройства искусственного покрытия. На всей придомовой территории коммуникации проходят. Геометрия искусственного покрытия точно, точно будет известна. Чтобы потом не вскрывать, если в случае какие-то… Выводы делали не только по внешнему виду и схемам на бумагах, но в первую очередь по отзывам жителей. В сельском поселении Анискинское проведена очень большая работа, особенно в поселке Биокомбинат. Мы увидели, сколько заасфальтировано внутри дворовых территорий, внутри квартальных улиц. И что самое главное, мы поговорили с жителями и жители очень довольны. У вас много в поселении площадок в этом раз сделано детских? В поселке Биокомбинат. Нормально, хватит всем. Ну вот вы гуляете на площадках? Конечно, конечно. В этом году что-то сделали? Все делают. А что? Там асфальт положили, там дорожки сделали. Все сделали. Но смотрели депутаты не только дворовые объекты. В ходе объезда выяснилось, что в Доме культуры, единственном месте проведения досуга детей и молодежи в Мизиново, за неуплату отключено отопление. Занятия проходят в холодном помещении. Все дело в том, что здание не принадлежит муниципалитету, а у владельца нет средств на его содержание. На сегодняшний момент целесообразно было бы передать предприятию этот объект в муниципалитет. Если они его не могут содержать? Совершенно верно. Они же только налоги платят. Совершенно верно. За него, я так понимаю, они же платят? Конечно, как основное средство. Следующим пунктом назначения стало городское поселение Прянова. Одна из приоритетных задач, которая, по словам руководителя администрации Олега Болотина, будет реализована в 2016 году, строительство новых домов и расселение ветхого аварийного жилья. Та работа, которую сейчас мы начали, она прежде всего при поддержке Алексея Васильевича Валова. У нас уже выработана дорожная карта. У нас уже мы получили одобрение Совета депутатов по перечню. По первому перечню у нас первые 11 домов должны пойти на расселение. Осмотр детских площадок показал, что работы по строительству новых и реконструкции старых ведутся полным ходом. На некоторых объектах пока не установлены щиты и освещение. Но это вопрос ближайшего будущего. В целом, за прошедший год в Афрянове был проведен ряд существенных работ. Отремонтировано больше 40 тысяч квадратных метров дорог. Сеть теплотрасс, реконструировано более 14% детских площадок. Благоустроена сеть пешеходных дорожек. В завершении проверки депутаты заглянули в местные дикси и посмотрели, как в поселении реализуются инициативы губернатора предоставления 5% скидки. Объявление, как и положено, на самых видных местах, при входе, на стенде информация и перед каждой кассой. Посетители довольны. Они вас предупреждают о том, что скидка? Прямо сразу. Есть социальная карта, они вызывают. Они все время спрашивают. Данный выезд депутатов-единороссов был первым в череде проверок благоустройства дворов поселения. Ольга Оржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».